Работы по подготовке объектов коммунального хозяйства Чуваши в новом отопительном сезоне выполнены почти на 70%. Больше половины котельных, которые отапливают жилищный фонд и социальные объекты, уже прошли необходимую проверку и техобслуживание. Пять новых блочно-модульных котельных сейчас строятся в Шумерле и Козловке. Они заменят ветхие объекты, которые функционируют еще в 70-х годах прошлого века и обеспечат теплом и горячей водой более 12 тысяч человек. Общая стоимость работ 260 миллионов рублей. Завершить строительство планируют в сентябре. По словам главы республиканского Минстроя Алексея Грищенко, благодаря вводу в эксплуатацию новых котельных в Шумерле на 80% будут обновлены источники тепловой энергии. А в будущем году там планируют начать реконструкцию сетей теплоснабжения. Еще одну котельную необходимо в кратчайшие сроки построить в Канаше. Там после выхода из эксплуатации котельной завода технологической оснастки без горячего водоснабжения и тепла остались 1200 жителей. Уже выполнены работы по устройству фундамента под новый объект. Ситуацию мы взяли под контроль совместно с администрацией. Отрабатываем вопрос, подключили своих специалистов. 23 августа должны быть определены подрядчики по выполнению. Но думаю, что не думаю, а обязаны также до начала отопительного сезона и решить эту задачу. Традиционно перед отопительным сезоном вновь возникает тема долгов организации ЖКХ за потребленные энергоресурсы. По данным, на 1 августа объем задолженности превышает 3 миллиарда рублей. С конца прошлого года отопительного периода она сократилась почти на 7%. В этом году из республиканского бюджета было выделено свыше 80 миллионов. Козловскому району, Аллатарю и Шумерле на погашение просроченной задолженности за газ. Сейчас задача муниципалитетов обеспечить своевременное поступление текущих платежей за энергоресурсы, подчеркнул председатель Кабинета министров Иван Моторин.